Всем добрый день. Я вас рад приветствовать на конференции чистых когниций, которая посвящена доказательной психотерапии. И сегодня уже второй день. В течение этих дней мы посмотрим, как 12 специалистов в разных подходах работают с разными запросами, и как на самом деле выглядит их работа и терапия. И сравним, может быть, с тем, какие есть мифы вокруг терапии, посмотрим, насколько им стоит или не стоит верить. Это также может помочь вам выбрать, что актуальнее и ближе для вас. Информации об этом мероприятии можно и нужно делиться с вашими друзьями, потому что каждый раз, когда вы распространяете информацию о доказательной психотерапии, о том, какой она должна быть, вы помогаете делать ее более доступной и в прямом смысле слова спасаете жизни. Сегодня в программе у нас будут короткие лекции, практика и даже демо-сессии. Каждому спикеру будет дано 40-45 минут на выступление, и в конце каждого доклада будет 5 минут на вопросы. Поэтому, пожалуйста, в течение выступления пишите их в чат на YouTube, и я постараюсь задать максимальное количество в конце выступления. Если же вдруг мы не успеем по какой-то причине, ничего страшного абсолютно, мы потом все вопросы соберем из чата и ответим на них в отдельных публикациях на проекте «Чистые когницы». Для тех, кто сегодня с нами впервые или, может быть, только знакомится с чистыми когницами, расскажу немножечко. Это медиапроект о доказательной психотерапии. На нем вы можете найти статьи, переводы, интервью, курсы и стримы с профессионалами, а также новости, ну и контакты проверенных специалистов. На проекте говорят о психологии, психотерапии и нейронауках в целом. Подписаться на «Чистые когницы» можно в ВКонтакте, в Телеграм, на YouTube и в Instagram по названию «Чистые когницы» или «Pure Cognitions» на английском. Запись этой конференции будет доступна и после ее окончания на YouTube, поэтому смело делитесь, отправляйте ссылочки, будем вас ждать. Пока у нас все собираются. Напомню, что было вчера, если вдруг не смотрели. Начался день с того, что Александр Сычевский рассказал о терапии принятия ответственности, чем она может нам помочь. Продолжил тему Илья Розов и рассказал о том, как работать с внутренней критикой с помощью этой терапии. Анна Бондаренко затем с помощью когнитивно-поведенческой уже терапии показала работу с автоматическими мыслями, которые зачастую сильно окрашивают наше с вами существование, хотя, быть может, мы этого и не замечаем. Затем Мария Скрябина рассказала о схеме терапии и кому подходит такой формат работы с устойчивыми формами и сценариями поведения. Затем Светлана Лысенко показала, что даже когда жизнь похожа на один большой кошмар, диалектическая поведенческая терапия может помочь. Завершила день Ольга Михайлова, и она осветила применение mindfulness при работе с дезадаптивными схемами и теми сценариями, которые мешают полной и насыщенной жизни. Сегодня программа не менее интересная, начнет ее Евгения Янке, расскажет о том, как сострадание помогает от страдания и почему на этом фокусируется целая терапия. Затем Федор Тараненко научит отвязывать навязчивые мысли. Тревогу и прочие подарки эволюции с помощью практик осознанности mindfulness. Затем Мариана Горошеченко расскажет о терапии десенсибилизации и переработке движениями глаз при работе с психической травмой. Дарья Левушина пишет работу кризисного психолога и покажет, что мы все проявляем в принципе нормальные реакции на ненормальные обстоятельства. Юлия Коршина фокусируется на улучшении детско-родительских отношений в семьях с детьми раннего и дошкольного возраста. Закончит наш сегодняшний день Александр Голов, который поговорит о современном американском психоанализе. Я надеюсь, что я вас достаточно заинтриговал, чтобы остаться в течение всего дня. Если вдруг этому будут препятствовать какие-то обстоятельства, помните, что запись всегда будет на ютубе. И мы близки к тому, чтобы начать, но поскольку наша конференция посвящена доказательной психотерапии, одним из ее направлений является mindfulness, я предлагаю начать наш сегодняшний день с небольшой практики. Когда мы с вами немножко заземлимся, у нас до этого были разные дела, может быть, только завтрак, может быть, что-то еще, все куда-то приезжали, торопились. Вот мы здесь, торопиться больше никуда не нужно, в нужном месте, в приятной компании. И мы можем настроиться сейчас на учебу и напомнить себе о том, почему мы здесь. поэтому, если вам комфортно, можно сесть поудобнее. Если хотите, можно прикрыть глаза или оставить их открытыми, но расфокусировать взгляд, может быть, отвести его немножечко от экрана, чтобы ничего не отвлекало. и почувствовать контакт тела с опорой, почувствовать, как одежда касается вашего тела, почувствовать свое дыхание, если это возможно, комфортно. не стараясь его как-то изменить, просто наблюдаю, какое оно сейчас глубокое или поверхностное. быстро и медленно. И когда внимание переключится на что-то еще, это непременно произойдет. Мы его вернем обратно на то, что важно здесь и сейчас. подумаем о намерении, почему мы с вами здесь. У каждого будет свой ответ, здесь нет правильного или неправильного ответа. Что привело у вас? Что вы хотели бы узнать и услышать? со следующим вдохом постарайтесь сформулировать это намерение настолько четко, насколько это возможно. его можно записать или поговорить вслух. Если глаза были прикрыты, конечно же, можно открыть сейчас. Немного осмотреться вокруг. Тем самым подключаюсь и давая себе это ощущение безопасности. Когда мы наблюдаем обстановку вокруг, мы понимаем, что все контролируем, все в порядке. из этого надеюсь более-менее комфортного ощущения безопасности, заземленности. Предлагаю плавно приступить к конференции. Теперь у вас есть намерение для тех, кто к нам только присоединяется. Напомню, что мы находимся на конференции чистых огницей по доказательной психотерапии, где вы увидите в работе 12 психологов, психотерапевтов в разных подходах, с разными клиентами и с разными запросами. И представлю первого нашего так. Ага. 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 Представлю первую терапевтку Евгению Янке, которая будет рассказывать нам о том, как сострадание помогает от страдания и почему на этом сфокусирована целая терапия и как с этим работать. И я знаю, что в программе будет и демо-сессия, Евгения, вы готовы? Всем привет! Слышно, видно меня? Чудесно, слышно, чудесно, видно, рад видеть. О, очаровательный значок, это код или... лисенок, лисенок, который мне сегодня помогает. Спасибо тебе большое за представление, спасибо тебе за практику. Я чувствую, что немножко замедлилась сама, немножко успокоилась, немножко выровняла дыхание, потому что такое большое важное мероприятие, очень волнительно. Я очень рада всех приветствовать. Я сейчас раздам экран. Я вижу, что у нас еще три минутки до официального начала, поэтому я пока не буду начинать свою презентацию. Я пока немножко расскажу о себе, раздам презентацию. Мы с вами убедимся, что все работает. Видно ли мою презентацию? Все хорошо. Проверим, переключаются ли слайды. Да. Все переключается. Отлично. Меня зовут Женя Янке. Как Всеволод уже сказал, я практикующая психологиню. Работаю в подходах терапии принятия ответственности, классической когнитивно-поведенческой терапии. Немного начинаю работать в схемотерапии и также в терапии, сфокусированной на сострадании. И именно о ней я хочу сегодня немного рассказать. На самом деле это, наверное, мой любимый подход. Я проходила личную терапию в этом подходе, чему несказанно рада. И с тех пор, наверное, началась моя такая большая любовь к этому подходу. И сейчас я очень рада, что я сама в нем практикую. И еще больше рада, что у меня есть такая замечательная возможность сегодня с вами поделиться. И я выбрала своей темой этот вопрос не случайно. Почему на сострадании фокусируется целая терапия? Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами вместе на этот вопрос ответили. Ну что, давайте тогда потихоньку начинать. Я надеюсь, что вы успели прочитать информацию обо мне, кто я, что я. Еще раз представлюсь, если вдруг кто-то подключился. Зовут меня Женя Янки. Я буду сегодня рассказывать о терапии с фокусированным на сострадание или коротко CFT. Compassion Focused Therapy. Итак, чтобы ответить на вопрос, почему на сострадании фокусируется целая терапия, мне хотелось бы в самом начале рассказать немного о том, как этот подход появился. Появился он на самом деле на основе классической когнитивно-поведенческой терапии. В какой-то момент психологи, психотерапевты начали замечать, что с некоторыми людьми классическая когнитивно-поведенческая терапия не работает. И они стали задаваться вопросом, почему же так? И они заметили, что некоторые люди произносят себе своим внутренним голосом альтернативные и очень, казалось бы, поддерживающие формулировки очень неподдерживающим тоном. Как вы видите здесь на картинке, акула говорит акулятам, что у вас все получится, но при этом выглядит совсем неподдерживающе, совсем недоброжелательно. И психологи попросили буквально своих клиентов произнести вслух то, как они себя поддерживают, как они себе эти альтернативные формулировки говорят. И оказалось, что это выглядит примерно так. У тебя все получится. Если не получится, не расстраивайся. И это было очень или холодно, или как-то критикующе. И оказалось, что эти люди были склонны к высокому уровню стыда и самокритики. Именно это стало, как вы, может быть, слышали уже, визитной карточкой работы в CFT. CFT прежде всего фокусируется на работе со стыдом, виной и самокритикой. И основной вопрос, который задали себе тогда еще когнитивно-поведенческие терапевты, это как создать соответствие между этими адаптивными, альтернативными формулировками и эмоциональным тоном. И тогда всем на помощь пришел британский психолог Пол Гилберт, который занимался активно эволюционной психологией. И Пол Гилберт предложил для этого использовать сострадание. Вы видите здесь, что Пол Гилберт выглядит гораздо более доброжелательно и поддерживающе, нежели акулу с прошлого слайда. И он предложил использовать сострадание, но не в нашем каком-то классическом обиходном понимании его, а как такую четкую концепцию, которая состоит из трех частей. И мне кажется важным об этом рассказать, потому что в вчерашних комментариях я видела, что многие люди ассоциируют сострадание с чем-то, с какой-то слабостью, с какой-то податливостью, пассивностью. И я честно признаюсь, у меня тоже было такое немного отторжение в самом начале. Вероятно, это может быть связано также, что в нашей стране мы часто слышали их слово сострадание в каком-то религиозном контексте. Так вот, в научном контексте, в котором используется слово сострадание в CFT, сострадание означает прежде всего, во-первых, чувствительность к страданию. Чтобы помочь себе облегчить страдание, нам нужно прежде всего заметить, нужно обратить на него внимание. Во-вторых, это доброжелательность, это отсутствие критики, отсутствие осуждения. И в-третьих, и это очень-очень важно, это желание и готовность помочь себе и помочь окружающим облегчить страдание и предотвратить страдание. И на этом я хочу сделать особый акцент, потому что именно это смещает наш фокус внимания с вот этой какой-то пассивности, с которой мы ассоциируем сострадание, на активные действия. Итак, как я уже сказала, Пол Гилберт занимался эволюционной психологией, и он активно взял все замечательные знания из исследований из этой сферы, когда создавал терапию сфокусированной состраданием, также он активно опирался на данные из нейронаук, данные о работе мозга, из теории привязанности, о которой вчера тоже уже упоминалось, и также из классической КПТ, когнитивно-поведенческой терапии. И наша основная задача – это понять наши человеческие проблемы, с которыми мы все так или иначе сталкиваемся в контексте эволюции, понять, почему наш мозг такой, какой он есть, почему мы не выбираем многие свои реакции, как на нас влияют разные социальные факторы. И если у нас получится все это сделать, то, наверное, мы чуть меньше станем винить себя за какие-то свои чувства, эмоции, и попробуем создать чуть более поддерживающую версию себя или стать себе лучшим другом. И все это для того, чтобы не просто сидеть и сострадать себе, а для того, чтобы активно совершать действия, делать свою жизнь лучше, жить жизнью в соответствии с собственными ценностями. Как это происходит в процессе терапии? Во-первых, мы используем многие техники и методы из других подходов. Например, вы здесь видите направляемое открытие. Это используется активно в классическом когнитивно-поведенческом подходе. Мы активно задаем нашим клиентам вопросы, мы ни в коем случае ничего не додумываем за ним, не предлагаем никаких интерпретаций готовых. Мы активно развиваем осознанность. Осознанность нам нужна для того, чтобы быть чувствительными к страданию, чтобы замечать собственные эмоции, не отворачиваться от них, не подавлять их. Мы тренируем успокаивающую систему мозга. Об этом я скажу чуть подробнее. У нас есть особая система, которая позволяет нам чуть-чуть замедляться, поддерживать себя. И мы активно используем психообразование. Наверное, даже больше здесь, чем в классической когнитивно-поведенческой терапии. Мы говорим об эволюции человека, о том, как работают эмоции, о том, как работают наши мотивы и так далее. Что еще мы делаем? Очень важно, мы очень много работаем с воображением. Как схема терапии. Вчера моя коллега рассказывала о том, что они тоже активно используют практики, направленные на воображение. И это очень интересно, потому что исследования показывают, что тот опыт, который мы воспроизводим или создаем в своем воображении, он задействует примерно те же участки мозга, что и реальный опыт. То есть нашему мозгу по факту все равно представлять себе что-то или почти все равно. или испытывать в реальности. И если я вас сейчас, например, попрошу себе что-нибудь представить, какой-нибудь лимон, скажем, то, скорее всего, если вас сейчас подключить к аппарату ФМРТ, то зарегистрируется похожая очень активность и сгорятся похожие участки мозга, как если бы увидели лимон или услышали его запах. То же самое с эмоциональным опытом. Если вы сейчас вспомните какую-то негативную ситуацию, то вы как будто бы заново переживете эти эмоции. И если вспомните позитивную ситуацию, что очень важно в терапии, то у вас задействуются определенные участки мозга. И если делать это, практиковать это чуть чаще, то эти нейронные контуры, такой технический термин, нейронные сетки, будут тренироваться. что еще важно. Важно, что мы работаем также с мышлением, с мыслями, не случайно, потому что развивалась CFT на основе КПТ. Мы добавляем работу с мыслями немножко сострадания, разумеется, то есть немножко поддержки, сострадательного понимания контекста проблем человека, сострадательная мотивация, о которой я уже говорила, мотивация облегчить и предотвратить страдания. Очень важно это создавать безопасные и принимающие отношения с терапевтом. Наверное, важно в любом подходе. Но в CFT мы активно используем, как я уже сказала, данные из теории привязанности и строим такую безопасную привязанность со своим терапевтом или терапевткой. И потом на основе этого опыта мы строим безопасную надежную привязанность с самими собой. И таким образом как бы взращиваем такую поддержку, поддерживающую фигуру внутри себя, которая всегда будет рядом в трудную минуту. Так, сейчас расскажу немного о том, какое психообразование мы даем нашим клиентам. Конечно, я не успею рассказать обо всем. Самая основная идея в CFT, на мой взгляд, это то, что в нашем мозге есть три системы регуляции эмоций. Первая система, начну с системы угроз, это система, которая задействует такие эмоции, как страх, тревога, агрессия или отвращение. И эта система нужна, и эти эмоции нужны нам для того, чтобы замечать угрозы, реагировать на них, спасаться бегством, прятаться или наоборот, как-то активно нападать на источник угрозы. И когда работает эта система, красная система, у нас выделяются гормоны стресса, кортизол, адреналин, то есть это все тоже наука, физиология, не просто какие-то додунки или эзотерика. Вторая система, это система драйвов, мы ее изображаем синим кружочком. Система драйвов направлена на то, чтобы помогать нам добиваться чего-то в жизни, добиваться целей, искать ресурсы, если мы говорим о наших пещерных предках, пойти и захотеть убить мамонта, обеспечить своих близких пропитанием. И это система, которая запускает такие приятные активирующие эмоции, вам они, наверное, все знакомы, когда очень хочется пойти на какое-нибудь мероприятие, например, на нашу конференцию, и вы испытываете радость, интерес, такое возбуждение, и это связано с выбросом дофамина. И третья система, самая важная система в CFT, это система успокоения или зеленая система. Ее еще называют мамальной системой успокоения от MAML, млекопитающая. Эта система характерна для нас, для млекопитающих, она позволяет нам образовывать близкие отношения, социальные связи, она позволяет нам заботиться о наших детенышей, и с этой системой связаны эмоции спокойствия, безопасности, удовлетворения, когда мы никуда не бежим, когда мы можем лечь, отдохнуть, насладиться с моментом. И гормон, который связан с этой системой, это окситоцин. Если вы сейчас вспомните какие-то приятные объятия с близким человеком, то, может быть, вспомнится такая немножко теплая волна по телу, и чувство безопасности, защищенности, именно это работает наша зеленая система, именно это делает окситоцин. Но часто бывает так, и в частности в работе с нашими клиентами мы замечаем, что в мозге в жизни человека есть дисбаланс этих систем. Красная система, система угроз работает очень активно, включается очень часто, возможно, даже чаще, чем это полезно. И мы даже с нашими клиентами часто рисуем эти кружочки и просим их понаблюдать, как часто, в каких ситуациях активируется их красная система, система угрозы. И зачастую ситуация выглядит вот так, как вы видите сейчас на слайде, что система защиты от угроз очень большая, гипертрофированная, можно сказать. Система драйвов чуть поменьше, у людей с депрессией, например, система драйвов очень маленькая, когда у них есть апатия, не хочется ничего делать, мало сил. И система успокоения, к сожалению, часто бывает очень-очень маленькой. Или иногда даже ее может не быть вообще, если, например, человек пережил какие-то травмирующие события в раннем детстве, и у него никогда не было опыта защиты, заботы, безопасности, и он просто не знает, как себя успокаивать, эта система не работает. Именно на это направлена наша терапия в CFT на то, чтобы вернуть или создать баланс между этими тремя системами эмоциональной регуляции. То есть мы стараемся уменьшить красную систему, уменьшить этот кружочек, не выключить совсем, потому что это было бы невозможно, да и, наверное, не имело бы смысла, нам всем важно защищать себя активно, чуть-чуть увеличить систему драйвов, если она тоже уменьшена, и самое главное, подрастить зеленый кружочек, подрастить систему безопасности. Несколько слов еще о системе угроз. Система угроз нам нужна для выживания, выживание это на самом деле эволюционная основная задача нашего мозга, нужно защититься от угрозы, нам нужно оставить потомство, и поэтому наш мозг сейчас в принципе не сильно отличается от мозга наших пещерных предков, им как тогда было важно защититься и важно занять свое место в группе, потому что в одиночку мы не выживали. И так же и сейчас мы видим те же самые угрозы, и примерно точно так же работает наш мозг, он постоянно на чеку, он постоянно сканирует в окружающей обстановке какие-то источники опасности. Что интересно, что наш человеческий мозг устроен очень сложно, и у нас есть так называемый старый и новый мозг, об этом тоже вчера говорили частично про лимбическую систему, про эмоциональный мозг, это и весь старый мозг. Если представить себе, что это сейчас мой мозг, то лимбический это вот лоб, это позвоночник, то лимбическая система будет внутри, вот здесь в глубине, это наш старый мозг, который отвечает за эмоции. И то, что сверху, это кора больших полушарий, это сейчас условно-схематично, но так проще для понимания. Это наш новый мозг. Он отвечает за всякие классные штуки, типа фантазии, планирования, анализа и так далее. Но при этом у него есть очень много ловушек, очень много хитростей, и одна из таких хитростей это наша склонность постоянно прокручивать какие-то негативные сценарии в прошлом, катастрофизировать, представлять себе, как все будет плохо и как завтра я скажу что-то не то или я сделаю не так. И вот я не случайно здесь привела в пример зебру, потому что если представить себе зебру в нормальной ее обстановке, на зебру напал лев, она очень сильно испугалась, убежала, если ей повезло, и потом она очень быстро успокоилась, правда? Ну, то есть она побоялась, спаслась, и все, эмоция выполнила свою функцию, и зебра спокойно стоит себе дальше, продолжая отживать травку. У человека, к сожалению, часто так не происходит. Мы уже даже после того, как нам удалось спастись от какой-то угрозы, мы очень часто продумываем, а что если бы, а вот если это повторится. И вот эти все мысли, они образуют такую замкнутую петлю, такой замкнутый круг с нашими эмоциями, и начинают подпитывать еще дальше наши эмоции. Соответственно, страх запускает тревожные мысли, тревожные мысли усиливают страх и так далее. Что же нам с этим делать? Нам важно активно тренировать нашу зеленую систему, потому что добиться того, чтобы система угроз не включалась совсем не нужно, как я уже сказала, но важно вовремя себе какая-то зебра, у нее это изначально автоматически работает, а нам важно научиться себя успокаивать и говорить, все, опасность миновала. Один раз проанализировали, сделали выводы, какие-то прогнозы простроили, сказали спасибо своему новому мозгу за это и успокоили его и переключили фокус внимания на что-то важное, на наши ценности. И сейчас, после того, как мы немножко рассмотрели все эти эволюционные истории, как сложно устроен наш мозг и наши эмоции, я предлагаю вам вспомнить сейчас какую-то ситуацию не очень неприятную, может быть, на 2-3 балла, которой вы как-то критиковали себя, испытывали, может быть, какие-то неприятные эмоции и думали про себя, вот, блин, ну что же я постоянно тревожусь из раза в раз, что же я все люди как люди, а я вот не могу избавиться от этой тревоги от своей. Если удалось сейчас вспомнить какую-то такую ситуацию, я предлагаю вам задать себе вопрос. Учитывая все то, что мы знаем о нашей эволюции, о том, как сложно и хитро устроен наш мозг, учитывая то, что мы знаем о самих себе, о тех событиях, которые происходили и происходят с нами в детстве, в взрослом возрасте и сейчас, учитывая весь наш окружающий контекст, нормально ли то, что в этой ситуации вы испытываете такие эмоции и нормально ли то, что в этой ситуации, именно в этой конкретной ситуации, со всеми этими знаниями, со всеми этими событиями вам трудно. И мне очень хочется верить, я потом обязательно почитаю комментарии, если они есть, мне очень хочется верить, что ответ на этот вопрос да, потому что на самом деле то, как устроен наш мозг и то, как мы развивались в процессе эволюции, даёт очень много подсказок и помогает нам, на мой взгляд, чуть меньше винить себя, чуть меньше ругать себя, за то, что мы несовершенны, за то, что мы где-то чрезмерно пугаемся, чрезмерно злимся, может быть, даже, это всё абсолютно нормально. Но при этом это не значит, как я уже сказала, что нам надо сесть, успокоиться, пожалеть себя, посострадать себе и ничего не делать. Нам очень важно снять эту дополнительную угрозу в виде самокритики, потому что внутренний критик активирует тоже красную систему мозга. И внутреннюю критику мы на самом деле воспринимаем как внешнюю критику. активируется система угрозы. И вот этот шаг, он очень важен для того, чтобы снять эту дополнительную угрозу в виде собственной самокритики, которая часто усложняет работу в терапии. И потом уже направить свои ресурсы на то, чтобы активно менять свою жизнь, делать свою жизнь и жить своих близких лучше. И в этом нам поможет, как я уже сказала, наша прекрасная зелёная система. Зелёная система развивается изначально в отношениях с нашими родителями или значимыми взрослыми. И если всё прошло гладко и хорошо, то у нас часто был опыт защиты и поддержки во многих страшных опасных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся маленькими детьми. если представить себе, что на ребёнка бежит какая-то большая страшная собака, и он очень-очень испугался, и он просто не знает, что делать, в панике, и к нему подходит мама или другой заботливый взрослый, успокаивает его, утешает. И ребёнок не перестанет бояться злую собаку, правда, но у него в маленьком мозге будет накапливаться этот опыт, что ага, я испугался, но потом всё было хорошо, потом меня успокоили, потом меня поддержали, у меня есть источник заботы и поддержки. Именно такой опыт, если всё было хорошо, он позволяет развиваться в нашей зелёной системе и позволяет также нам воспринимать близкие отношения и во взрослом возрасте как источник поддержки, как источник заботы. Если всё было не очень хорошо, у нас, у большинства было всё не идеально, и это не вина наших родителей, как вчера также моя коллега говорила в выступлении про схемотерапию, то мы, что мы делаем, мы никого не виним, мы помним, что это абсолютно нормально, мы используем все замечательные техники, инструменты, которые предлагает нам схемотерапия, прошу прощения, терапия сфокусированного на страдания, и схемотерапия тоже для того, чтобы тренировать нашу зелёную систему. И я смотрю на время, предлагаю нам пропустить вот этот слайд, слайды я напоминаю будут доступны, я предлагаю нам сейчас перейти к демонстрации. Я очень рада, что моя замечательная коллега Яна Семёнова, которая тоже является психологиней, практикующей, согласилась мне поассистировать. Я сейчас зову Яну. Яна, ты готова прийти к нашей демонстрации? Да, Женя, привет! Я готова! Привет, привет, я рада тебя видеть. Я сейчас дам небольшие вводные комментарии. У нас с Яной было уже три сессии, мы с ней как раз успели поговорить о том, как работают наши эмоциональные системы, как работает наш старый новый мозг, и я попросила Яну заполнить дома форму мониторинга ситуации, которые вызывают угрозу, и сегодня мы как раз с ней на сессии это обсудим. Я хочу еще раз напомнить, что ситуация это вымышленная и ничего не имеет общего с реальными событиями и с Яной как настоящим реальным человеком. Ну что, Яна, начнем? Да, давай, я готова. Яна, расскажи, пожалуйста, как прошла твоя неделя? Жень, на самом деле она прошла гораздо лучше, чем я ожидала. Мы в прошлый раз обсуждали ситуацию с моей подготовкой к докладу, к выступлению, и я рассказывала, что у меня очень много тревоги по этому поводу. Ну, мы работаем с моей тревогой по поводу публичных выступлений, и вот эта ситуация, я ожидала от нее гораздо больше проблем, чем в итоге она мне принесла. Я думаю, не последнюю роль в этом сыграло то, что мы записали ее тогда в форме мониторинга, что мы разобрались в ней. Я делала прямо перед выступлением, я сделала упражнение, которое ты мне показала, успокаиваю дыхание. Ну и вообще, пока я готовилась, пока я думала об этом, я вспоминала о том, что ты мне рассказывала про красную систему, про опыт, который мой мозг запомнил, и теперь я к нему как будто бы возвращаюсь, и что я не виновата в этом. И, наверное, вот эта вот мысль, что это не моя вина, что не я тревожный человек, а что у меня есть тревога, вот как-то они мне помогли с этим справиться, и в итоге я считаю, что я хорошо выступила. Так что у меня была хорошая в этом смысле неделя. Я очень-очень рада это слышать, и супер, что так быстро тебе помогли, и помогло, и успокаивающее ритмичное дыхание, которое мы с тобой практиковали, и знания, которые мы с тобой разобрали, о том, как работает твой мозг. Я очень рада, что тебе это помогло, и все прошло хорошо. Давай тогда посмотрим на те ситуации, которые ты занесла в дневник мониторинг. Я вижу, что здесь у тебя три ситуации, мы все три с тобой разобрать сегодня не успеем. Давай выбери какую-то одну, которая тебе сейчас кажется наиболее важной. Окей, окей. Мне довольно легко выбрать. Это вот будет вторая ситуация, которую я записала, ситуация про свадьбу. Да, я... Не просто она для меня прошла, и когда я ее записывала, вот я указала там, в принципе, все, что меня волновало. Да, мы были на встрече с моими знакомыми, друзьями, и вот одна пара из знакомых, они объявили о своей помолвке, и как-то, ну, это очень замечательно, все за них, естественно, порадовались. Я тоже, я была, ну, очень рада, я знала, что они к этому как-то готовятся, но потом как-то это очень быстро перешло в обсуждение того, кто поедет действительно, ну, на это мероприятие, на эту свадьбу, а дело в том, что это запланировано у них было как на целые выходные за городом, ну, большое такое мероприятие, и они как-то начали всех спрашивать, кто сможет в эти даты, и как-то все начали говорить, да, я смогу, конечно, конечно, я поеду, и, ну, как бы дошла очередь до меня, а я не могу так сказать, мне нужно посмотреть, что у меня в эти выходные, я как-то не почувствовала себя готовой пообещать, что я буду, как-то, а потом вдруг не приехать, и я почувствовала себя очень некомфортно в этот момент. А что почувствовала, Ян, какие эмоции почувствовала? Ох, даже как-то непросто об этом вспоминать, ну, я почувствовала, наверное, неуместность какую-то, может быть, стыд, да, у меня покраснели щеки, когда они у меня покраснели, я тоже это заметила, и мне стало еще хуже. То есть, правильно я слышу, что прямо система угроз активировалась, что ты в этой красной зоне оказалась? Да, я думаю, да. Расскажи, пожалуйста, а что показалось тебе особенно трудным в этой конкретной ситуации? Может быть, ты попробовала как-то помочь себе вот этими нашими разными техниками? Да, наверное, именно поэтому эту ситуацию я и хотела обсудить, что самым трудным мне показалось то, что я ничего не смогла сделать из того, что мы практиковали, применяли для других ситуаций там в прошлые разы. Я совершенно не вспомнила про техники, которые мы с тобой практиковали. Я не вспомнила ни про успокаивающее дыхание, вообще ни про что. Да и это было как будто бы, не знаю, как будто я даже не могла тогда это сделать. Это просто вылетело у меня из головы. Вот. И я не смогла себя никак поддержать в этот момент, потому что если прошлую ситуацию с выступлением мы связывали с моим опытом, который у меня был в школе, из-за чего я боюсь публичных выступлений, то здесь как будто бы нет с этим никакой связи. Я даже не знала, как вот это вот так обработать, как мы с тобой обрабатывали те предыдущие ситуации. Ну, и, наверное, поэтому, сейчас уже сложно сказать, я прям начала как будто ругать себя, что я ничего не могу сделать, что вроде вот я хожу на терапию, и у меня должно получаться, вот, но мне не получилось. Ян, мне очень хочется тебя поддержать, и мне здесь слышится как будто бы, я сейчас коротко резюмирую, хорошо, мне сейчас слышится как будто бы, что с одной стороны проблема была в том, что ты не вспомнила, да, о тех упражнениях, которые мы делали, с другой стороны, что не получилось как-то объяснить себе, почему ты именно в этой ситуации испытываешь эти эмоции, и критик, который активизировался в ответ на это на всё. Давай попробуем с тобой сейчас прямо так по порядку разобраться, и, может быть, как-то подготовиться к подобным ситуациям в будущем. Да, давай. Во-первых, помнишь, мы с тобой разговаривали про наш старый новый мозг? Да. Про то, что наш новый мозг, он очень хитро устроен. И про то, что он иногда, порой, протягивает связи и ассоциации не только с такими очевидными вещами, как, например, публичное выступление в школе и публичное выступление во взрослом возрасте. Иногда он находит самые разные аналогии и связывает наш опыт каким-то непонятным для нас образом. Вот, может быть, мы сейчас с тобой подумаем, может быть, твой хитрый новый мозг провёл какие-то аналогии между этими двумя ситуациями, казалось бы, непохожими. Но это же не было выступление? Какие он мог здесь провести? У меня сейчас слышится, что как будто бы ты тоже оказалась в центре внимания своих друзей, и они все ожидали от тебя ответа, что ты дашь его прямо сейчас. Какие-то были вот эти вот ожидания. И может быть, как будто бы даже небольшая ситуация оценивания тоже, что вот все уже ответили, и все от меня сейчас ждут тоже. Какая-то социальная может быть оценка. Похоже это на правду. Ну вот сейчас, когда ты это сказала, я думала, что я действительно как будто бы оказалась вот в этом луче проектора. Это может быть, мне так казалось. Возможно, никто и не слушал мой ответ, потому что было много народу, но мне показалось, что все взгляды как будто устремлены на меня. Действительно, как это происходит, когда мы выступаем. И это как будто бы активизировало твою красную систему, систему угроз. Сто пудово. Как тебе сейчас? Понятнее немножко? Чуть-чуть как-то в самокритике твоя вот эти твои рвы. Но это кажется мне даже каким-то пугающим, что такие непохожие ситуации, что это такие длительные вот эти вот связи, которые новый мозг, даже можно практически к любой ситуации применить. Да, Яна, это действительно наш мозг устроен очень-очень сложно, но, к счастью, на все это у нас есть один ответ, наша зеленая система. И нам не обязательно здорово, когда мы видим эти аналогии, понимаем эти аналогии. Это нам очень помогает, но не обязательно в каждой ситуации садиться и анализировать это. Мы помним, что можно подключить нашу зеленую систему. И здесь я услышала, что не удалось вспомнить про наше упражнение, да? Да, я, наверное, как-то слишком сосредоточилась, пытаясь понять, почему это со мной происходило, вместо того, чтобы действительно, как ты говоришь, активировать свою зеленую систему. Ян, мне хочется сказать, во-первых, что это абсолютно нормально, потому что мы с тобой тренируем очень новый навык. У нас никого не учили в школе, что как только мы почувствовали угрозу сесть и делать успокаивающее ритмичное дыхание. Поэтому совершенно неудивительно, что в такой стрессовой ситуации, к которой ты тем более не готовилась, в отличие от публичного выступления, что твой мозг просто не вспомнил об этом новом навыке. Он еще не успел простроить вот эту нейронную дорожку, да? Угроза, упражнение, угроза, упражнение. Как тебе это звучит? Логично? Да, очень логично звучит и как будто бы даже как-то освобождающе, что почему я думала, что у меня все должно сразу, всегда на 100% получаться. Это же действительно навык. Мы часто так думаем. Это абсолютно не важно. Но чем чаще мы будем тренировать, это может быть даже в спокойной обстановке, тем больше будет вероятность, что в ситуации стресса наш мозг об этом вспомнит. И критик там у нас еще, да, с тобой активизировался, наш любимый? Ну, у меня не получилось то, что я ожидала, что у меня получится, да, и я начала думать о том, что как же так? Мы уже столько с тобой тренировались, мне показалось тогда, что я должна почему-то с первого, со второго раза научиться все это делать. Сейчас действительно я понимаю, что это по-другому происходит обычно в моей жизни, я думаю, у многих других тоже. Яна, как ты почувствовала себя вот в тот момент, и, может быть, сейчас чувствуешь, когда вот эта внутренняя критика внутри зазвучала? Я почувствовала себя как будто бы еще, не знаю, как сказать, еще меньше, еще уязвимее, потому что не только ожидаемое, которое, кстати, не случилось, критика снаружи, но и как будто внутреннее вот это вот, не знаю, направленное на себя агрессия, они прям так зажали меня, ну, как-то вот так вот. Как будто красная система еще больше стала. Да, я стала меньше, и она стала больше. Да, Яна, это тоже абсолютно нормально, это добавляет нам источник угрозы, как ты правильно говоришь, внутренней какой-то угрозы. Здесь тоже важно вспоминать о том, что есть техники, есть упражнения, которые помогают и эту часть критика в виде критика как-то успокоить. Я сейчас подумала, мы обсуждали, что сама критика, да, она делает нам хуже и все такое, но вот мне пришла в голову такая мысль, что не в этой ситуации, а в ситуации с выступлением. Критик, он же мотивировал меня на самом деле делать что-то хорошее, то есть готовиться, лучше продумать, лучше как-то структурировать свой доклад, подумать о том, какие могут быть, не знаю, вопросы, как там, куда отвести время на что. Вот сейчас мы на это полу. Ян, это очень интересное наблюдение, здорово, что ты это замечаешь, и действительно у нас у всех есть цель как-то развиваться, улучшать свои результаты, где бы то ни было, но мне сейчас вспоминается одно такое упражнение, которое может нам помочь понять, что здесь есть разные способы себя мотивировать. Готова ли ты попробовать это упражнение? Да, давай. Мы не будем сейчас активно задействовать воображение с тобой, ты можешь прикрыть глаза, можешь оставить их открытыми. Я тебя попрошу сейчас представить себя маленькой девочкой. Можешь выбрать какой-то возраст любой. Пять лет. И представь, что маленькая Яна учится на чём-нибудь играть, на каком-нибудь музыкальном инструменте. На фортепиано, предположим. Яна играет на фортепиано. Вот представь, что маленькая Яна занимается играть какое-то произведение, ей очень-очень нравится, но она делает какие-то ошибки, потому что она только начинает играть. И у Яны есть учитель. И учитель подходит к маленькой Яне и видит, что она делает какие-то ошибки. И учитель начинает ругать её за эти ошибки и говорить, Яна, ты почему здесь перепутала две ноты? Ты плохо тренировалась дома? Сколько раз ты проиграла этот кусок? Нужно лучше заниматься, больше заниматься. Как чувствуете, маленькая Яна? Что-то прям очень плохо. Я прям даже как-то нехорошо стала. Я так это представила ярко. Давай сейчас сделаем вдох-выдох поглубже. Окей. Чувствуешь, как будто красная система активировалась? Ну, прям да, я чувствую и стыд, и какой-то страх на самом деле, потому что взрослый человек, да, образ маленькой девочки. Давай вдох-выдох поглубже сделаем, забудем этого страшного учителя и опять представим, что маленькая Яна играет на пианино, как будто бы не было этого опыта сейчас. Играет, ей очень нравится, и у нее есть другой учитель. И он подходит к ней и видит, что Яна делает какие-то ошибки, и он говорит, Яна, я вижу, что ты так здорово подготовилась к этому занятию, у тебя так классно получается играть этот кусочек. Но ты знаешь, я заметила, что у тебя здесь вот в одном месте были две ноты перепутаны. Можешь чуть-чуть проиграть еще раз вот этот кусочек? А теперь все правильно. Очень здорово, Яна, ты большая молодец. Но давай, я думаю, что мы дома еще раз разберем, потренируем этот кусочек, чтобы уже закрепить как следует. Как себя чувствовала маленькая Яна с таким учительством? Ну, конечно, другой опыт, но это понятно. Да, что здесь нет, может быть, есть какое-то смущение, что все-таки я ошибаюсь в начале, потому что непонятно, что будет происходить дальше, и был все-таки вот этот вот пример до этого, но потом понятно, что становится, что это идет по другому, какому-то более сострадательному пути, вот, вот, и, да, да, мне пришло сейчас в голову, что не факт, что я долго бы продержалась на уроках с первым преподавателем или преподавательницей, вот, ну, то есть, может быть, даже мои результаты вначале были бы лучше, потому что страх, он, как бы, подталкивал меня больше заниматься, но во втором случае, я думаю, что я бы, как бы, занималась в целом больше, дольше, с большим удовольствием, поэтому я так сейчас подумала, что, может быть, это было бы даже эффективнее. И мне как будто бы слышится сейчас, что в первом случае ты занималась бы из страха, да, чтобы избежать этого наказания, избежать ругательства этого страшного учителя, а во втором случае тебя бы мотивировала радость, тебя бы мотивировала и чувство, похоже на правду? Ну да, что, может быть, вот после этого урока с первым педагогом я бы пошла и сделала точно домашку, но долго бы я так смогла, вот не факт. Как тебе могла бы помочь эта метафора, это упражнение в будущем? Ну, я понимаю, что оно сейчас связано с вот этим вот образом критика, который у меня есть, и, возможно, действительно, я готовлюсь к своим выступлениям почему-то, может быть, даже в каком-то смысле страха какой-то социальной оценки, и это не факт, что долго будет так же продолжаться эффективно на какой-то, ну, на какой-то длительной перспективе. Могли бы мы попробовать с тобой в этих ситуациях тоже создать какого-то такого идеального учителя, идеальную, мотивирующую фигуру, которая бы поддерживала, не ругала так жестко за ошибки. Было бы очень круто, но это так непросто кажется, потому что даже в форме мониторинга последние две колонки про сострадательные я непросто заполнять. Как можно сделать? Сейчас, может быть, если мы используем эти слова этого доброго, хорошего учителя, может быть, их можно было бы как-то занести, переформулировать в эту форму, как думаешь? Да, хорошая идея. Сказать, что ошибки, это совершенно не страшно, что можно еще раз повторить, но у тебя замечательно получается, и все будет хорошо. Мне нравится, как это звучит. Я очень рада. Ян, тогда спасибо. Мы на этом месте с Яной закончили нашу демонстрацию. Большое спасибо, что согласилась мне помочь. И я бы сейчас на этом месте, если бы у нас с Яной продолжилась сессия, я бы с ней сделала упражнение, которое в CFT называется идеальный сострадательный образ. И я хочу его сейчас, мне остается немного совсем времени, я хочу его сейчас сделать со всеми вами. Ян, спасибо. И если вы сейчас готовы, сделать практику идеальный сострадательный образ, я предложу вам занять удобную комфортную позу. Вы можете сидеть, лежать, как вам удобно. И можно прикрыть глаза, потому что мы будем работать с воображением. Ну, сейчас не обязательно представлять какие-то суперяркие картинки. Наша задача просто немножко почувствовать этот опыт на себе. если вы готовы, то предлагаю вам начать с того, чтобы чуть-чуть замедлить свое дыхание, сделать вдох-выдох поглубже, почувствовать, как вместе с дыханием чуть-чуть замедляется ваш ум. Сейчас я предложу вам подумать о том, какими качествами обладала бы для вас какая-то идеальная поддерживающая фигура, какой-то идеальный учитель, идеальный воспитатель. Просто представить эти качества, перечислить их в уме. Может быть, это принятие, может быть, это доброжелательность, поддержка, стабильность, какая-то внутренняя сила, может быть. Могут быть абсолютно любые качества, которые откликаются именно у вас. Если удалось сейчас представить несколько таких качеств, я предлагаю вам пойти на шаг дальше и пофантазировать, как мог выглядеть такой идеальный воспитатель. И, может быть, сейчас придет какой-то образ из прошлого, каких-то реальных фигур. если нет, это тоже нормально у нас. Ни у кого, наверное, не было прям чтобы идеального воспитателя. Вы можете сейчас в своем воображении создать себе такой идеальный образ. Можете представить как бы он или она выглядел. И это даже не обязательно должен быть человек. Это может быть какое-то животное, может быть какой-то персонаж из любимого фильма или мультика. тот кто или та кто ассоциируется у вас с этими качествами. И можно сейчас прислушаться к себе какие эмоциональные отклики возникают в ответ на этот образ. Меняется ли что-то в вашем состоянии. если нет, это тоже нормально, просто побудьте с этим образом. И сейчас я смотрю, что у нас уже заканчивается время. Я предлагаю вам сфотографировать внутренне этот идеальный сострадательный образ, если получилось сейчас его создать. Если нет, не расстраивайтесь, я вам дам ссылку на запись этой практики. Она будет сейчас на последнем слайде. Я предлагаю вам сейчас сделать еще несколько более глубоких вдохов и выдохов, вернуться в текущий момент. Может быть, захочется взять с собой этот идеальный сострадательный образ, чтобы составил вам компанию на оставшиеся пять выступлений. И я сейчас верну демонстрацию, чтобы коротко вас познакомить с теми ресурсами, которые я предлагаю вам изучить. Если вас заинтересовала тема сострадания, тема терапии сфокусирована на сострадании, я прежде всего горячо рекомендую телеграм-канал Яны Семеновой, которая мне сегодня помогала делать эту демонстрацию, канал, я не советую, она там специально к нашей демонстрации подготовила пост, в который вы найдете и форму мониторинга угроз, о которой мы говорили, и там же вы найдете ссылку на аудиопрактики и в частности на идеальный сострадательный образ и на успокаивающее ритмичное дыхание, которые бесплатно представляют Севлотардов в своем чат-боте. Севлотардов это наш ведущий по совместительству. И также здесь есть еще много классных ресурсов, и что почитать, и что посмотреть. Очень вам рекомендую, если заинтересовала эта тема, и, пожалуйста, задавайте вопросы в чат, пишите мне лично. Всем большое спасибо за внимание. Заканчиваем демонстрацию. Ну что ж, моя очередь благодарить вас за практику. Спасибо огромное. И я думаю, что ваши клиенты, не только мне одному захотелось представить вас в идеальном образе воспитателя, в идеальном сострадательном образе. Спасибо. Тоже довольно часто, наверное, это делают, рискну предположить. И есть несколько вопросов, и были в частности о том, что почитайте, чтобы смотреть на тему. Здорово, что вы это включили в слайд. И такой интересный, может быть, немножко философский вопрос о том, как поддерживать баланс между этими системами. Есть ли тут какой-то ответ вообще? спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Во-первых, первое, что мы делаем, это обращаем внимание на то, как работают эти системы. Для этого мы просто начинаем замечать те ситуации, которые активируют у нас эту систему угрозы. Когда мы замечаем, что их в нашей жизни слишком много, мы пробуем подключить туда эту зеленую систему. Как понять, что есть здесь баланс? Наверное, если вы очень долго склонны к тому, чтобы очень медленно успокаиваться после какой-то неприятной ситуации, если вы склонны к руминациям, как мы это называем, то есть прокручиваете, лежите вечером и прокручиваете какие-то неприятные события из рабочего дня, или если очень много тревоги, например, то это такая красная лампочка, что, наверное, система угроз гипертрофирована, ее в вашей жизни слишком много. И тогда в эти моменты, когда вы ловите себя на том, что излишне прокручиваете, что-то, или очень-очень много беспокоитесь, здесь самое время как раз сделать какую-то практику, сходить в терапию, может быть, с кем-то поговорить, с близким, чтобы как-то успокоиться, замедлиться и выйти из этой системы. И тогда потихонечку, чем лучше и быстрее вы будете из нее выходить, тем больше у вас будет, соответственно, расти эта зеленая система, система успокоения. спасибо. Благодарю за выступление. До новых встреч. Да, спасибо большое. Всем еще раз пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.